здравствуйте с вами александр я расскажу вам сегодня о новинке от компании ну на модель называется айс и это кресло категории 23 то бишь от 15 килограмм до 36 это где-то от трех лет а чтобы было проще понимать это от 100 сантиметров роста и выше и 15 килограмм соответственно но стремитесь не килограммом мерить как вы понимаете когда вам пора переставиться а со 100 сантиметров вот это повторюсь компании ну на это новая модель она достаточно интересная по поводу безопасности сразу вам скажу это кресло очень-очень даже безопасная она имеет все сертификаты европейский сертификат на ней установлены дополнительные системы защиты я них тоже вам чуть позже расскажу поэтому плане безопасности здесь все отлично сейчас я вам расскажу как она устанавливается как им пользоваться вообще что здесь за ткани используется поэтому давайте с вами его и изучим что она из себя представляет так как это категория 23 здесь нету внутренних ремней ребенок крепится здесь взрослым ремнем автомобильным чем вот вы себя родители пристегиваете тем крепится и ребенок 100 сантиметров это потому что когда вы посадите ребенка и если ребенок ниже 100 сантиметров ремень пойдет ему на горло этого допустить ни в коем случае нельзя для этого и от 100 сантиметров здесь есть подголовник и специальный направляющий сейчас я вам покажу давайте сразу и посмотрим как крепится ребенок вот пропускаем ремень здесь обязательно здесь вот оба ремня проходят всегда под подлокотником это очень сильно важный момент поэтому это учтите а верхняя часть ремня проходит через специальный направляющий за вам надеюсь видно вот здесь подлокотники у находится и соответственно пропускаем ремень в нем и уже дальше мы регулируем подголовник как раз таки под ребенка ориентировочно чтобы понимали вот подголовник и плечо ребенка должно быть но не больше двух пальцев и желательно не меньше одного чтобы ему не давило тем самым вы правильно его установите и ремень пойдет от плеча на грудь без того чтобы будет на горло вот в общем вот такая вот правильная установка точнее говоря крепление ребенка в этом кресле поэтому запомните и делать именно так нельзя чтобы ремень попадал вот сюда сразу идет на горло следите за то за тем чтобы за под подлокотниками все было так что касается как крепить ребенка я вам показал давайте дальше смотреть что это за кресло такое интересное так по поводу посадки посадка здесь вполне себе стандартная из такого минуса небольшого я бы хотел наверное для своего ребенка чтобы подлокотник были чуть повыше он здесь по сути играет роль направляющего для ремня а локти сюда ребенку уже ну не знаю какой то он маленький немножечко подлокотник имеется ввиду а так принципе мерили сюда детей уже смотрели как это все выглядит и ребенок здесь вполне себе нормально чувствует и верхней одежде зимой будет нормально соответственно себя чувствовать для того чтобы ему было еще комфортнее смотрите когда ребенок растет он растет не только вверх а еще и в ширину для этого здесь интересная система используется вот смотрите чем выше я поднимаю тем шире становится кресло растет вместе с ребенком и в ширину это тоже очень здорово ну вот смотрите сюда подросток 15 лет не поместится но я шучу конечно но место много вот поэтому плане посадки здесь все отлично что касается материалов используемых в этом кресле конечно это никакая не алькантара и не бархатная ткань но она не раздражающая достаточно приятная на ощупь ткань она какие у меня впечатления от нее надо я думаю что достаточно прочная износостойкая на такая очень крепенькая не ткань и я думаю что долго будет сохранять товарный вид эта модель поэтому потом продать будет легче целее будет выглядеть новее вот по поводу ткани все отлично вот что еще есть фишек что мне понравилось в этой модели есть возможность удлинить сиденье вот так вот это происходит она немножечко соответственно здесь приподнимается и удлиняется по мере роста ребенка ноги что же растут соответственно вот пожалуйста отрегулировали очень удобная фишечка на мой взгляд кстати что еще мне не понравилось в комплекте идет коробочка такая симпатичная и в ней лежит но в ней лежат направляющие для того чтобы вы могли установить и подстаканник обычно он бывает в колясках но еще пару модельках кресел но это редкость здесь идет в комплекте подстаканник здесь справа слева есть специальные крепления для него все пожалуйста бутылочку поставили и пускай себе ребенок пьет водичку зато она здесь плотно будет стоять и не прольется вода бутылочки вот такая еще интересная фишечка кстати еще по поводу безопасности сразу хочу обратить ваше внимание здесь установлены специально панели сбоку вот я сейчас выдвинут закрыл ее она открыта эта панель нужна для того чтобы ее открыли со стороны именно двери и при боковом дтп эта система гасит энергию удара это классная вещь вообще из мелочей же все строится поэтому здесь еще здесь чуть и вот вам пожалуйста общая хорошая безопасность кресла вот это что касается безопасности дальше давайте теперь посмотрим как его крепить для того чтобы установить это кресло на изофикс вам нужно будет вот так поставить кресло здесь есть рычажочек тянем вытаскиваем изофикс переворачиваем вот мы его освободили по глубине он также регулируется поэтому это не проблема все теперь устанавливаем проверки перед покупкой обязательно наличие изофикса вашем автомобиле вот поэтому защелкиваем все она стоит и теперь мы можем ли как я показывал регулировать по глубине можно придвинуть она примет положение автомобильного сиденья можно чуть-чуть вперед его выдвинуть и тем самым освободиться пространство между спинкой автомобиля и кресла и чуть-чуть его наклонить и тем самым мы получим небольшой наклон положение отдых назовем его так для ребенка вот поэтому он не себе интересная система чтобы его снять соответственно все тоже очень просто здесь кнопочки по бокам все убрали соответственно если вдруг так случилось что у вас нет в машине изофикса это абсолютно не беда вы просто берете это кресло ставите и как я показывал немножко ранее крепите все ремнем на уровне безопасности разницу вы не поймете потому что в два-три категории изофикс это больше так крепление самого кресла к кузову и не более того по небезопасности тоже роль небольшую он играет а в категории для поменьших детей там большую роль играет поэтому если даже нет изофикса не партий с кресла все равно очень хорошая все равно надолго берете наверняка машина поменяется следующий уже купите с изофиксом будете пользоваться этим креслом с изофиксом так собственно все что хотел рассказать вам о кресле я рассказал давайте теперь в двух словах подытожу это кресло чем она мне понравилась она дает очень хороший комфорт по посадке очень хороший уровень безопасности есть подстаканчик если это вам важно вот фишечка мне понравилось то что вы можете удлинить сидушку это но немаловажный на мой взгляд момент у некоторых компаний немецких есть модели где коротковато сидушка ноги ребенка затекают при долгих поездках здесь выдвинули и собственно проблема решена в этом плане тоже очень хороший момент то что она расширяется по мере роста это тоже очень круто общем по сути все здорово конечно бы хотелось чуть поприятнее подороже наверное хотелось бы ткань но это кресло стоит относительно недорого тех кресел где как раз таки вот этого тканья добавлю ссылку на это кресло в описании пройдите посмотрите а так в целом соотношение цена-качество на все сто процентов поэтому рекомендую для рассмотрения стопроцентным выбор естественно за вами но моя рекомендация обратить на ее внимание собственно все добавить не больше нечего хочу в заключении поблагодарить магазин мир автокресел за то что предоставили ее на обзор большое спасибо но вам хочу лишь пожелать хорошего грамотного выбора и в заключении если это видео было вам полезно интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал но вам опять же до свидания